Всем привет, ребят! Ну что, сегодня продолжаем мы экспериментировать. Наш эксперимент сегодня будет очень такой даже необычный. В общем, начинаем мы борьбу с табакокурением. И сегодняшним экспериментом хочу вам показать, насколько вот это очень плохо влияет на автомобиль, конечно, на людей, которые там находятся, когда кто-то курит в автомобиле. В общем, как двигатель мы накуривали ведром сигарет, вы, наверное, все это видели. А сегодня хочу сделать, ну, такой простецкий экспериментик. Набрали вот таких вот сигарет. Есть пылесос, есть инвертор. Короче, смысл простой. Заряжаем пылесос от инвектора. Ну, в смысле, подключаем, бросаем его в салон. Сам шланг от пылесоса вытягиваем на улицу. Сделаю баночку, чтобы туда можно было поставить сигарет. Не знаю, сколько получится. Ну, баночка вроде небольшая. Баллончик отрежу. В общем, все это дело подключим. Будем запускать и постепенно наполнять салон дымом. После чего, конечно же, мы посмотрим, как все это, блин, осядет наверняка и на стеклах, и на сидушках. И аромат там наверняка появится очень интересный. На самом деле, вот, короче, надо это дело попробовать. Посмотреть. Ну, и, соответственно, показать вам. В общем, погнали. Вот, ребята, короче, сделал такую штучку, интересную, конечно, пришлось маленько пофантазировать. Ну, в общем, все хорошо. Теперь нам что нужно сделать? Надо вот открыть пылесос. Отсюда вот это все, вот это вот. А вот эти вот фильтра нам здесь абсолютно не нужны, чтобы на них дым не оседал. Сам никотин проходил спокойно в салон. То есть вот так все это дело разбираем, собираем, подключаем. Теперь надо все это дело испытать. Вот такая вот, короче, штука у нас получилась. Давай проверим. Включай, что она там. Слушай, не, ну тянет вообще кошмаркой. Сильно прям. Да куда ты нафиг выгручил? Меньше делать. Сильно, очень сильно тянет. А мы боялись, что не пойдет. Пошло вообще. У тебя, мужик, у тебя пылесос дымится. Ты че, блин? Холодный? Ну, в принципе... Ё-моё! Ё-моё! Не надо, не надо, не ускоряй. Глуши. Ху-ху-ху! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! О-о-о-о! Все сюда! Так, шланг будет. Это фиаско. Доехали, значит, мы до базы, ребят. Вот, приготовили. Все дело, это у нас выглядит вот так. Пылесос у нас в салоне. Шнур выпустили снизу. Здесь мы будем, ну, видели, да, вставлять вот эту вот трубку, короче, вот эту. Значит, сигаретами заряжаем, поджигаем, пылесос включаем. В салоне у нас набирается дым. Будем импровизировать. Типа много-много-много-много курили, короче, в машине. Вот так вот. Водители же любят, там, едет, курит, там, расслабился, один музыку включил. Хороший ля-ля, погнали! Первый заряд готов, так, а что-то даже не посчитали, сколько тут сигарет, ну, короче, почти три пачки. Ага, ну, включили? Эй, тянет? Ага, тянет, ох, как хорошо тянет. Только баллон замерзает на морозе, а так все нормально. А, все, пошло, пошло. Все дело. О, вижу, что пошло. Давай. Так. О, уйдет. О, и руки погреть можно, хорошо. Ой, кто-то курит в салоне. Вы не хотите там здоровый образ жизни начать, а, ребят? Ха-ха-ха-ха-ха. Это вот после первого раза, ну, видите, да? Там уже нифига не видно. И дым из тачки валит. Давай быстрее. Сейчас как раз это все там будет оседать на стеклах. Ну, сидения пропитаются этим запахом, хорошим, добрым таким. Ага, блин, как будто бы. В общем, будет ништяк. Смертельный номер. Давай, давай, смертельный номер. Я не зайду туда? Да, ну, нахуй. А что такое-то? Все, включилось? Да. О, вижу, включилось. Во, пошло дело. Так, пошло, 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 пошло. Ой, вырубай, наверное. Вырубай. А-а-а-а. Обжегся. А-а-а. Поехали заряжать сразу. Да-да-да. Итак, у нас пошел следующий. Следующий замес. Вот. Отлично. Наполняется. Ну, что мы видим? Господа, отечественные автомобили. Смотрите. Резиновое уплотнение, блин, да, они плотные. Он снизу. Здесь по рамке, из ручки. Да, из всех ручек. Там вообще здесь через все резинки. Короче, у нас дым выходит на улицу. Но это хорошо. Это вентиляция в салоне отличная. То есть, о чем он говорит? Машина гнить не должна. Она вентилируется хорошо. Но почему-то все равно не гниют. Ти кого знает. Ребят, ну а сейчас я хочу вам рассказать про очень интересную компанию, которая называется Автомама. Это удобный сайт, с помощью которого можно приобрести проверенные автомобили в кредит. Это 7-дневная гарантия возврата денег и 30-дневная техническая гарантия. На сайте доступна вся информация об автомобиле, вплоть до царапин и потертости. А также, каждый автомобиль проходит полную юридическую проверку по базам ГИБДД и Автокод. А рассчитать ежемесячный платеж можно прямо на сайте с помощью удобного калькулятора. Компания Автомама. Это проверенные автомобили в кредит. В общем, ссылочки оставлю в описании. А мы набрали, нифига, это сколько? Тысяча сигарет, да? Обалдеть можно! Нифига себе! Сетка плавится. Стальная. Все, уже даже не видно этих замков, пимпочек. А, ну вот что получилось. Короче, у нас вот эта тачка вместе с пылесосом скурила тысячу сигарет. Ну, не тысячу, а вот пачка одна осталась. Ну, мы честно, вот ее сюда, ну, не знаем, как засунуть. Запихнуть никак не могли ее в последний замес. А одну ее тоже, ну, никак, потому что баллон большой. Короче, смысл не в этом. Там из-за 20 сигарет, думаю, ничего не поменяется. Здесь, ребята, очень самое интересное, то, что на стеклах, а, вот если через, если камера сможет это передать, можно увидеть то, что на стекле изнутри образовался такой непонятный конденсат, какого он там содержания, никто его не знает, но кто-то тут предположил у нас, это, говорит, капельки никотина собрались. В общем, я думаю, надо маленько подождать, пока все это дело само постепенно проветрится, но я могу вам показать, конечно, что там творится. Это прям, это, короче, прям вот так вот все это дело выглядит. В общем, ждем сейчас, дым маленько осядет сам, чтобы он уже конкретно прилип, пропиталось все, и посмотрим, что получилось. Немного подождали, смотрите, что получилось. Дым там осел, все нормально, ниоткуда уже не дымит, проветрилось, она хорошо проветривается, этот автомобиль, прям очень даже хорошо, он на солнышке нагрелся. Ну, а теперь надо открыть, посмотреть, что у нас там. Так, начнем, наверное, с задней двери. Что там у нас? Проветрилось. Ну, скажем так, не совсем до конца, еще чуть-чуть есть. Ну-ка, залезь сюда. Нет, туда я не полезу. Не хочешь побывать там внутри? Не хочешь, да? Ну, ладно, я тоже не хочу. Так, откроем вторую дверь, может, проветрить получится, нет? Фу, пылесос. Фу, как тут воняет. Ё-о-о. Даже вот так вот. Покурил, да, дверь открыл, проветрил, сейчас посмотрим, что получится. Так, сейчас я еще отсюда достану этот пылесосик. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что у нас там внутри с ним творится. Ёлки-палки, смотрите. Он прям весь, как будто его маслом намазали. Но это какие-то другие масла, я так подозреваю. И смотрите, вот, стекло подсохло, конденсат вышел, и осталось здесь, вот сейчас я проведу пальцем, смотрите, что остается. Вот так вот. Видно, Слав? А? Да почти нет. Ой. Смотри. Фу. Оно прям жирное какое-то все. Это вот именно все вот эти масла, которые здесь тоже находились. Смотрите, как все это. Сразу какое-то скользкое все становится. Фу, противная такая. Блин. Короче, ребят, что я могу вам сказать? Не надо курить в автомобиле, потому что духан там стоит очень сильный, да и вообще курить не надо. Поэтому, ребят, эксперимент наш прошел просто на ура. Запахи эти убрать из машины очень тяжело. Но прежде чем закончить, хотел бы с вами поделиться одной такой хорошей новостью. В общем, в воскресенье, 3 марта, будет проходить Кубок Боевой Классики. У нас последний в этом сезоне. Мы, конечно, будем там принимать участие всей нашей командой. Приезжайте обязательно. Будем устраивать встречу подписчиков. Ребят, лично для вас специально пригласил Сергея Ремезова. Он приедет на своем здоровом, очень громком дадже. Также приедут ребята с YouTube-канала нашей коллеги, которая называется «Лирика вкуса». Они будут готовить плов, салаты. Все это, ребят, будет абсолютно бесплатно. И еще. Компания «Мегаватт» выделила несколько нам таких вот пауэрбанков, пукско-зарядных устройств, которые, конечно же, мы между вами разыграем. Это абсолютно новые, абсолютно свежие, хорошенькие такие пускозарядные устройства. Ну, ребят, это уже от нас там. Будут наклейки, будут номерные рамки, какие-то сувениры. В общем, будет очень интересно, будет очень весело. Так что, ребят, 3 марта, воскресенье, жду вас всех на базе отдыха озера Медвежье. Кто не знает, адрес у них таков. Станционная 84, дробь 2. Приезжайте, будет круто. Так что жду. Давайте за здоровый образ жизни. Так что, на этом у меня все. Смотрите нас, подписывайтесь, обязательно что-нибудь предлагайте, комментируйте. Ну все, пока.